всем привет вы на канале хвостатое чудо меня зовут елена я стою за кадром это мои собаки но не только мои мамины кто не знает это юки моя собачка это дешулька это мамина собачка шпицы у нас да сегодня у нас 15 июля сегодня у нас понедельник 15 июля и все конечно же ждут информацию о лилушке лилушка вот у нас лежит мы находимся на даче лилушка уже готовится к родам боже мы сами вы сейчас просите что же она еще не родила нет ребята не родила но сегодня ночью она все копала 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 лазил это там то сям сегодня очень много слизи из петли и кажется мы сегодня будем рожать вот сейчас вот кажется вот точно будем рожать потому что много слизи выходит и она спокойная стала и да тут копание всю ночь температура 37 3 померила мы сейчас на даче доделываем дела и едем домой и будем уже как бы наблюдать прям каждую минуту каждую секунду сегодня я ее не оставлю ни на секунду одну потому что но в любой момент все может начаться да да я же не мылась давно да не мылась так так что собачки наши пока отдыхают вы спрашивали у меня про синегасской опроса про чумизу сейчас пойдем вам покажу и расскажу все у нас сегодня солнечная погодка хорошо все воробушки летают так ну а теперь поподробнее про чумизу вот она у нас растет смотрите как я сажал я сажала ее в два этапа я сначала сажаю я ее рядками вот по ряду я ее просадила сначала поливала обильно она взошла вот зашла она вот выросла вот до таких размеров да то есть вот на ладошку и я посадила еще между ряди вот она там растет не очень хорошо но не знаю вызрит не вызрит это я так на всякий случай посадила в принципе просто по старому опыту по прошлогоднему мы забыли ее высадить тогда когда надо в мае и высадили мы ее попозже наверно где-то в этот же промежуток где-то июль начало июля может конец июня бросила семена и они успели вызрите то есть в сентябре они вызрели и мы собрали домой поэтому в этом году я садил ее пораньше вот они уже вот такие вот высокие наверное ну метр есть какие-то и повыше метр тридцать метр двадцать и вот скоро из них будут появляться колоски колоски уже я вам показывала покажу еще раз вот здесь есть у нас колоски это вот еще с прошлогоднего действия она росла у нас чумиза и вот с прошлогоднего еще семечки попадали и вот пожалуйста само просо она довольно таки большое но ребята но тяжелая поэтому кто сажает ждите она обязательно у вас появится вырастет единственное что видите она наклоняется нагибается ветром это может все сбить поэтому надо какую-то потом опору поставить какой-то там да там кол поставить привязать потому что ветром это все дело сломает и все это будет на земле поэтому скоро мы тоже привяжем начинает она уже зреть начинает темнеть это не покупное просо это мне привозили с украины мне присылала в подарок лиза из канала пэтмания вот она привезла темную чумизу и вот она сама темная то есть покупная отрио к те кто видел знает она светлая это темно это другой немного сорт мне кто-то писал что есть именно синегальская просо есть именно чумиза разница между ними особо не вижу одно только света другое темное но в принципе это одно и то же если поменьше есть у меня вот здесь вот совсем маханьки вот они но они вырастают подписчики вернее писали сказали что посадили но пока она небольшая и типа может быть не вызрит смотрите я сажала в мае может середина мая где-то так я посадила первые кусты и они уже выросли сейчас они будут давать именно колоссия то есть именно там где идут семена у нас и поверьте оно вызрит никуда оно не денется оно скоро выйдет и вызрит так что ждем и если у вас погода если вы с украины особенно в украине теплее чем у нас в регионе то у вас до сентября в принципе хорошая погода стоит она успеет в любом случае у нас в прошлом году до октября было тепло поэтому в принципе все вызрело здесь будем смотреть еще одно есть но такое птички воробушки они поедают все поэтому в этом году будем что-то придумывать и прятать эти колоссий может быть каким-то сеткой закрывать ну то есть от птичек надо как-то уберегать будет потому что птички они у нас очень тут голодные просто засаживаем травами сидератами поле там допустим где то что-то росло если мы не успеем выследить они все это съедят все семена когда мы посадили вот так что вот такой вот небольшой вступление про чумизу далее когда все это будет созревать я буду далее снимать так что кому интересно подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео там я буду далее рассказывать когда будет появляться я буду далее снимать как я это буду закрывать естественно в описании будет просто стоять чумиза значит что-то какой-то информация идет про чумизу так что не расстраивайтесь у кого еще колосков не появилось я вам гарантирую вы их увидите даже если они не успевают возревать допустим да есть такая опасность не расстраивайтесь чуть-чуть не дозрела чумиза она получается допросом она мягкая она еще зеленка да и зеленка как вы сами знаете она лучше усваивается попугами поэтому можно давать и свежую насчет до созревания некоторые срывают ее то есть еще не созревшую и дома подвешивает ее и она дозревает мы конечно постараемся чтобы она дозрела здесь в природных условиях сделаем все максимально природно опять же ничем я не опрыскиваю никак не обрабатываю посадила и растет все единственное слежу поливаю кто бы сказал что траву не поливает я все равно ее поливаю то есть если видно сейчас то здесь пролита земля чтобы это все росло хорошо вот такой вам небольшой краткий обзор на чумизу как я ее выращиваю сейчас будем собираться домой и я нарву свеклы листочков капусты и еще что-нибудь нашим попугайчиком на его сочки потому что они у меня два дня уже сидят без точки а это плохо они сейчас линяют им нужны сейчас витамины самые натуральные сочные витамины так ну что будем собираться потихонечку до юшечек собираться будем потихонечку ведь у нас сегодня видимо очень тяжелый день наешь очень тяжелый день и надо все успеть сделать что у нас там еще раз проверим чем она занимается наши собаки деша я сплю я сплю я тут сплю все сплю до сплю на сплю до сплю ну что ты что ты я тут сплю деша у нас любит на подушечку спать также юшечка любит на подушечку спать она забирается на мою подушку и там спит а лилушка пока ребята отлеживается вот она отлеживается к ней подходишь она тоже к тебе выходит такой ребенок у меня уставший даже немножечко ее жалко спросите у меня сейчас если переживания есть по ощущениям щенок уже не маленький но я все надеюсь что все будет хорошо и огромное вам спасибо за поддержку за слова за теплое что все будет хорошо легких рот ребят это колоссальная поддержка когда я читаю мне прям становится действительно легче и какая-то уверенность растет что все будет отлично и хорошо спасибо вам огромное что вот вы с нами нас поддерживаете для меня это бесценно это огромное вам спасибо но на этом ролик я наверное пока этот закончу потому что надо собираться и скорее всего следующий ролик уже наверное ваш долгожданный будет ну либо какие-то подробности еще более такие интересные так ну а я с вами не прощаюсь говорю вам всего лишь до свидания ставьте лайк подписывайтесь на канал оставайтесь с нами ведь впереди будет не только интересно но и полезно и только для вас пока пока и и и и и и